Приветствую вас и богатое воображение и способность, способность к творчеству. Соответственно, в первую очередь, о чем нужно подумать, это о том, чтобы реализовывать ваши способности и делать их в примет. Поэтому, в первую очередь, вам можно посоветовать в обязательном порядке попробовать себя на творческом поприши. Рисование, писательство, сочинение стихотворений, сказок и всего-всего-всего, что может только быть реализация творческого потенциала. Богатый образный мир плюс воображение поможет вам создавать истории, сюжеты, в результате чего ваш потенциал будет реализовываться, не будет удерживаться внутри вас и вам будет легче. Следующий момент, о котором нужно сказать, это то, что мир образов, в котором вы живете, то есть, свой внутренний мир, дает вам комфорт. А вот внешний мир, в котором вы, с которым у вас проблемы, скорее всего, чем-то вам угрожает. Если это так, то нужно найти причины угроз, устранить их, возможно, они вам только кажут, возможно, вам только видятся так, что он вам угрожает, а в действительности это немножко не так. И тогда, убрав угрозы, вы сможете лучше с ним взаимодействовать. Далее вам нужны мотивы. Мотивы для того, чтобы больше уделять внимание все-таки именно миру реальному, а не внутреннему. Мотивацию нужно искать. Нужно расширить свое мотивационное поле, смотреть, что вам интересно, чего бы вам хотелось, к чему бы вы стремились. Для того, чтобы больше внимания уделять все-таки именно реальному миру. И дальше нужно учиться концентрировать свое внимание. Учиться фокусировать внимание нужно постепенно. Для этого необходимо начинать с простых предметов. То есть вы размещаете перед собой лицо бумаги, допустим, и начинаете просто о нем думать. Не позволяя вниманию, не позволяя своему сознанию пускать что-то другое. И вот так, постепенно увеличивая сложность предметов, вы научитесь не отвлекаться. И в будущем, если вы начинаете чем-то заниматься в мире реальном, это не позволит вам отвлечься на свой внутренний мир. Просто потому, что вы так уже привыкли. Для этого необходимо терпение, для этого необходимо время сразу, фокусировать внимание, вы не научитесь. Но, если последствительно будете выполнять и пробовать все рекомендации, которые я вам дал, то вам будет значительно легче и проще. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в табличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.